ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕМЕР 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 ДАРОВО, БРАТАНЫ! С вами Аликс Лобстарс, это Зан Сатан, и мы продолжаем проходить эту игру... Игрушку о роботе... В мире без людей... Воробье, судя по всему. ВОУ! КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ПАДАЕТ! ВОУ-ВОУ! Чё тут происходит? Ох ты! Тихо, 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 тихо! Капаньке, наш проснулся робот! что произошло хаза надо идти осматривать чё там произошло чё пошли так а он на шифте же может бегать давай 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 и нужно как-то попасть внутрь но отсюда мне шлирс не открыть но понятное дело а у нас есть такое чудо как и резак а как обычно с управляшкой счет как-то не всегда хорошо ну ладно мы смогли кстати настройки звука и над не всегда хорошо работают ну ладно это такое а еще один робот так чё нам делать надо робот этот робот серьезно поврежден из-за аварии вероятно он колоктировал этот шаттл что же произошло предполагаю шаттл упал этот робот не начнет функционировать от моего прикосновения так значит как то надо его заставить работать это чё судя по индикатору в этом аккумуляторе еще и заря окей значит берем и раз можно взять значит она нам зачем-то надо и и ящики uss оба текс выдержали даже такую серьезную аварию а ящики uss оба текс выдержали даже такую серьезную аварию а боже ну чё ты залипаешь аку аккумулятор блин нажимайся чтобы подключить аккумулятор мне нужны провода ясненько так чё тут очевидно эта дверь ведет в трём корабля дверь заблокирована видимо она открывается не отсюда понятно да вот тут еще какая-то дверь есть похоже это подсобное помещение да 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 ну открыть можно ох то можно эти провода могут мне пригодиться вот как раз нам проводов и не хватало там еще чё посмотреть можно литисерный аккумулятор такие использовались в устаревших моделях аэрокаров выдает стандартное напряжение но тем не менее не пригоден для роботов из-за большой массы и габаритов мы используем портативную версию я уже нашел рабочий аккумулятор ну окей так не выходить нам еще рано так давайте этого робота тогда исправлять у нас уже есть провода у нас есть аккумулятор все хорошо возможно мне удастся запитать его от аккумулятора который я нашел и окей давай плюс минус давай плюс минус помо и им 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 6 5 7 7 7 9 9 1 9 1 2 5 2 1 1 2 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 6 6 5 один а это по одной цифре еще не хватает 1 7 1 1 7 1 заработал кажется дверь теперь открыта ну значит теперь нам дверь уже открыта нет смысла водить порой снова ну ладно ладно тогда спускаемся что это самое ну правда так ну че пошли раз дверь от корр да ёбрыж алё братан в другую сторону да теперь сюда как такое возможно а люди прикольно говорили все люди гуфнулись а тут люди ватафак нас чё наёбывали суки так 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 интересненько да ладно еще и менты тут как тут чё они чёрные и зачем вам рот это же блять сука роботы шаттл окружён немедленно выходите ладно 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 чего это самое что происходит вопросы задаю я назовите себя арти 217 где пассажиры шаттла эээээээ пилот получил повреждение во времени аварии и не функционируют я пытался перезапустить его но мне это не удалось как вы оказались в шаттле блять ногами за что sagen я заряжался в док станции когда произошло крушения и вышел на место происшествия, чтобы оценить установку и найти уцелевшие детали. Вы обнаружили людей, которых перевозили в этом шаттле. Теперь вы располагаете запрещенной информацией, поэтому мы вынуждены дезинтегрировать вас. Не-не-не-не. Подождите. А что сделать это хоть? Что это? Что это? Вау. Всех ебанули. Что это хоть происходит, а? А, короткое замыкание. Ну да. Прогрузился. Hello. Э-э-э-э. Так. Не стоит этого делать. Бля. Не стоит этого делать. Ведите себя спокойно, не пытайтесь вырваться. В противном случае я буду вынужден дезинтегрировать вас. Да чё все хотят нас дезинтегрировать? Чё-то хоть называют? Чё-то хоть такое, блядь. Случилось, наручники, кто вы... Блядь, чё случилось? Что произошло? Почему я был перезагружен? Вспышка Эми гранаты перегрузила ваши схемы и повредила системные данные. На их восстановление ушло время, но сейчас вы в порядке. Полицейские роботы. Почему они хотели меня уничтожить? В официальной версии всё человечество уничтожено. Сегодня вы узнали, что это не так. USS Robotics скрывает эту информацию и выпускает вредоносные автоматические обновления. Каждый робот, который вступал в контакт с человеком, немедленно исчезал. Мы знаем, что USS использует полицию для поиска уцелевших людей, а после ареста их отправляют в шаттлах в неизвестном направлении. Однако полиция не смогла обнаружить всех. Нам удалось найти нескольких человек, от которых мы узнали, что есть и другие. По официальным данным, люди уничтожили сами себя. Если это не так, то с какой целью USS избавляется от человечества? Зачем роботам была дана ложная информация? Мы не обладаем точными данными, но планируем добыть их. Нам нужно решить, как поступить с вами, Арти. Мы не можем вас отпустить, вы знаете слишком много о нашем убежище и планах. Но вы могли бы нам помочь, так как мы в розыске, каждый раз покидая убежище, мы сильно рискуем. Вы же можете перемещаться совершенно свободно. Я никогда не видел людей, но регулярно нахожу предметы, созданные человеком. Их назначение мне не всегда понятно. Они спровоцировали во мне новый информационно-мыслительный процесс. Я хочу узнать о людях больше, поэтому помогу вам. Отлично. Значит, вы знаете о людях больше, чем мы предполагали. Скоро вы убедитесь, что сделали правильный выбор. Сейчас я освобожу вас. Осмотрите здесь, когда вы будете готовы, и я поделюсь с вами доступной мне информацией. Окей, ушки. По крайней мере, меня не дезинтегрировали. Можно здесь осмотреться. Ну, давай осматриваться. Так это чё? Компактный аналог интеркома. Да, дезинкляв не функционирует. Ясно, ясно. Не могу определить закономерность расстановки символов. Вероятно, это шифр. Но его алгоритм невозможно вычислить без ключа. Окей. Всё норм. Блин, этот робот такой у меня няшный. Инвалидное кресло. Мне оно потребуется только если сервоприводы выйдут из строя. Окей. Мне это не нужно. Мои ноги отлично функционируют. К сервоприводы или ноги, а? Проделись. Это устройство необходимо тем, кто не способен передвигаться самостоятельно. Ко мне оно было применено не по назначению. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Обиделся. Светодиодный фонарь. Старый, но практичный. Может быть полезен. В этой комнате я впервые столкнулся с ограничением моей свободы. Таких ситуаций в принципе стоит избегать. Постараемся. Так... Это... Это чё? Электрический предохранитель. Слишком крупный, чтобы я мог его где-то применить. Ммм... Ну давай возьмём. Если можно, значит он нам нужен. Мне негде применить этот предохранитель. Блядь! А просто взять и потом применить не, не вариант. Давай тыкай. В этих помещениях очень много межконутных дверей. Зачем люди их делали? Ведь по обе стороны от этой двери одинаковые физические условия. Чтоб, ссык, не подглядывали. Заперто. Ясненько. У меня есть фонарик. Но сначала стоит изучить освещенные комнаты. Ясно. Так, туда нас походу тоже не пустят. Так. Кажется, этот робот пытается что-то починить. Ну давайте поговорим. Чё ещё делать? Приветствую. Здоров тебе. Здравствуйте. Я РТ-217-НП. Моё предназначение мне неизвестно. Я РБ-051. Патрик, ремонтный бот. Грегори сказал, что вы присоединились к нам. Не могли бы вы мне помочь, РТ? Конечно. Если это входит в рамки моих возможностей. Нужно заменить контакторы в этой электропанели. Не могли бы вы принести запасные? Я видел их в подсобном помещении со сломанной дверью. Там пока нет освещения. Если в вашей конструкции не предусмотрено ночное видение, возьмите фонарик. Я оставил его в коридоре. Я его уже нашёл. Займусь этим в ближайшее время. Так, Грегори Госпиталь Патрик. Как вы оказались здесь, Патрик? Корпорация направила меня ремонтировать генератор одного старого здания в центре города. И я наткнулся на помещение, в котором находились Грегори и группа людей. При обнаружении человека, мой модуль оповещения автоматически отправил сигнал полиции. Патруль появился уже через несколько минут. Полицейские роботы окружили нас и взяли всех на прицел. Они убили людей и собрались открыть по нам огонь. В помещении стояли баллоны с пропаном. Я направил на них свой лазерный резак. Всех отбросило взрывом и нам удалось сбежать. С того момента мы держимся вместе. Спасибо за информацию. Отправлюсь искать контактера. Спасибо. Не-не-не, я ещё хочу поговорить. Вам удалось найти контактеры? Не-не-не. К сожалению, ещё нет. Я вернусь позже. Хорошо. Окей. Где мне искать эти контактеры? Давайте осмотрим отца. Модель линейного корабля 18 века. Я осознаю его художественную и историческую ценность. Но почему он в бутылке? И как он туда попал? Ну, эти кораблики собирают уже сразу в бутылке. Кто не знал. Этому радио уже больше века. Оно намного древнее, чем то, что стоит в моём доме. Так, это мы осмотрели. Так, картина. Ну, картина и картина. Так, это чё? Это чип от какого-то устройства. Мне негде его применить. Ай, блядь. Ты просто их собирал, что ли? Этот чип мне не нужен. Ай, блядь. Вот зуб даю, потом будет нужен. Потом нам придётся, я не знаю, пиздавать через всю карту. Голографический стол. Не функционирует. Вероятный заперебоев электроэнергии. Стоп, стоп, стоп. Голографический стол. Не функционирует. Вероятный заперебоев электроэнергии. Так, блядь, тут... Ну, тут всё, что можно осмотреть, мы уже осмотрели. Давайте ещё Грегори. Дизайн Грегори похож на дизайн полицейского робота. Возможно, у них даже одна аппаратная основа. Так, дайте говорить. Арти, осматривайтесь. Как успехи. Познакомились с остальными? Я пообщался с Патриком, ремонтным роботом. Он попросил меня помочь с электроснабжением. Я как раз собирался этим заняться. Понятно. Вероятно, у вас есть вопросы. Да, вы правы. Расскажите мне о USS Robotics. У нас есть сведения, которые недоступны большинству роботов. Но эту информацию нельзя назвать исчерпывающей. Много лет назад всех нас дезинформировали о самоуничтожении человечества. И только единицы знают правду. Корпорация разыскивает людей, которым удалось укрыться. С какой целью ведутся эти поиски, нам пока неизвестно. USS не ремонтирует роботов и не производит новых. Единственная поддержка от корпорации – программное обеспечение. Но, как мы выяснили, из-за обновлений роботы считают людей угрозой и автоматически поднимают тревогу при их обнаружении. Хорошо, что вам удалось избежать большинства обновлений, иначе нам пришлось бы вас дезинтегрировать. Если вредоносное программное обеспечение получено с обновлениями, то от него можно избавиться программным путем. Разве нет? При попытке стереть вредоносный код, мы повредили системные данные. Очевидно, доступ к изменениям на таком уровне есть только у USS. Единственный способ избавиться от вредоносного кода – заводской сброс. Но заводской сброс превращает робота в металлическую куклу с базовыми навыками. Без интеллекта и имитации личности. Чтобы металлическая кукла стала полноценным роботом, нужно скачать обновления USS, которые являются цельным массивом зашифрованных данных. Невозможно установить только часть обновлений и избежать вредоносного кода, а при загрузке полного обновления мы просто вернулись бы к отправной точке. Вероятно, получив доступ к данным USS, можно создать обновления, которые нейтрализуют вредоносный код у всех роботов, Верно, но сейчас это невозможно. Нас арестуют, прежде чем мы проникнем в здание корпорации. Поэтому оставим эту задачу на будущее. Сейчас нам нужно организовать укрытие для людей и обеспечить их безопасность. Понятно. Спасибо за ответы. Я вернусь к текущим делам. Хорошо. Так, а еще поговорить с ним можно? Мы уже пообщались. Не стоит больше отнимать его время. А-а-а, у меня еще столько вопросов было. В принципе, да, эту хуйню мы не можем взять. Этот чип мне не нужен. Ладно, 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 идем. Там еще одна комната есть. Так, ладно, так, сначала осмотрим все. В куче мусора лежит предохранитель. Ну, бери его. В куче мусора лежит предохранитель. Ясно. Назначение предмета неизвестно. Возможно, это медицинский инструмент. Трость. Так, а-то че? Медицинский планшет. Давай возьмем. Сегодня к нам поступил пациент. Спунер. У него серьезные травмы руки и множественные ожоги. Но ничего смертельного. По словам Спунера, во время пожара домашний робот насильно вывел его из дома, поезжа спасти жену и дочь. К сожалению, они не выжили. Дом рухнул прямо на них. Спунер в шоковом состоянии. Я передал его психиатру. Да, бедняга мужик. Ну, как говорится, щито поделать. Опа. Люди разработали генетически модифицированные растения, а потом объявили их опасными. В чем логика? Ой, робот, я тоже не знаю, в чем логика людей. В куче мусора лежит предохранитель. Не-не-не-не-не. В этих шкафах хранятся пищевые рационы. Срок годности еще не истек. Ладно. А что, остается только вот эти? У этого робота отсутствуют ноги. Кроме того, его левая рука явно принадлежала раньше полицейскому роботу, а правая, вероятно, строительному. Откуда такие сильные повреждения? А вот это хз. Здравствуйте. Сейчас я занят. Давайте поговорим позже. Ну ты пидор. Я никогда не видел робота с такими пропорциями корпуса. Его расцветка похожа на дизайн Грегоря. Видимо, у них один модельный ряд. Поговорим? Здравствуйте. Оу. Ёлочка. Здравствуйте. У вас с Грегори похожий дизайн. Наверное, вы медицинский бот? Верно. Я медицинский бот MBR411B Abigail. Моё предназначение – лечение пациентов и уход за ними. Скоро здесь появятся люди, и мои навыки могут быть полезны. Как давно вы здесь? Похоже, это здание совсем недавно было заброшено. Всего два дня. Мы искали здание, чтобы устроить в нём штаб. Госпиталь хорошо нам подходит, потому что в нём можно разместить много людей. И он находится недалеко от места, где мы хотели принять группу уцелевших шаттла. К несчастью, что-то пошло не так. Спасибо за информацию. Нет проблем. Обращайтесь. Так, 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 так. Я ещё не договорил. Не буду её отвлекать. Сука ты. О. Так, в целом мы ещё не спускались вниз. И вот... В этой чёрной комнате не смотрели. Нужно найти здесь несколько электрических контакторов. А, именно здесь. То есть, мне никто раньше не собирался об этом сказать. Так. Я нашёл один электрический контактор. Но этого может быть недостаточно. Нужно поискать ещё. Давай искай. Опа. Второй контактор. Задача бы значительно упростилась, если бы у меня было инфракрасное зрение или скандр предметов. Да не ной, педр. Вот ещё один. Пока ты там тренировал, я его нашёл. Третий. Выглядит целым. Магния сульфат. Мне негде его применить. Так, это не то, что нам надо. О. Четвёртый. Думаю, этого будет достаточно. Нужно отдать контакторы Патрику. Да-да-да-да-да. Патрик, мы нашли. Давай беги. Ой, не туда-сюда. Поговорить? Вам удалось найти контакторы? Да. Это всё, что мне удалось найти. Отлично. Теперь я смогу закончить работу. Спасибо. Я могу ещё что-то сделать, пока я здесь. Сейчас нет. Ещё раз спасибо. Всегда рад помочь. Арти, Нику нужна ваша помощь. Подойдите, пожалуйста, к нему. Хорошо. Так, ну что ж, к Нику за помощью мы уже будем подходить в следующий раз. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой паблик, на паблик Бункера Танкистов, а также на мой основной канал. Все ссылки в описании под видео. Ну, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok